Добрый вечер! В эфире 12 канала новости в студии Константин Лондон. Коротко о главных темах выпуска. В торговых центрах Омска звучит пожарная сигнализация. После серии крупных возгораний МЧС проводит проверку комплексов и складов. Прямые рейсы к «Жемчужине Востока». Открытие авиасообщения между Омском и Самаркандом даст новые возможности для развития экономики двух регионов. С больничной койки на нары, как трое мужчин организовали наркобизнес в противотуберкулезном диспансере. Новый взгляд на вроде бы уже отработанные технологии. Расскажем об инновационных методиках молодых ученых Омска, которые будут представлены на конкурсе «Умник в Москве». Дед Мороз готов встречать гостей? Какие сюрпризы подготовили для Омичей в старине Сибирской к этому Новому году? У Амичей возможно будет больше шансов увидеть один из древнейших и красивейших городов мира. Из нашего региона планируют запустить прямые рейсы в Самарканд. Об открытии авиасообщения глава региона Александр Бурков поговорил с представителями авиакомпании Узбекистана. Уже на следующей неделе они посетят Омск, чтобы обсудить все детали запуска рейсов. Этот вопрос стал одним из основных во время рабочей поездки губернатора в Узбекистан. О чем еще говорили стороны в репортаже Екатерины Булычевской. Для Омичей понятие экономическая зона достаточно абстрактное, ведь наша подобная площадка «Авангард» только начинает свое развитие. Но вот вам, пожалуйста, наглядный пример того, как это должно выглядеть. Огромная площадь в 600 гектаров практически, на которой расположено множество цехов. Например, сегодня Александру Буркову показали производство мощных высоковольтных кабелей. Дело в том, что в Узбекистане есть свои ресурсы, медь, и государство предоставляет льготы на ее переработку. Поэтому производство успешно развивается, многие кабели уходят на экспорт. Ну и кроме того, также Александр Бурков посмотрел, как производятся электротехнические изделия, различные умные гаджеты. Несмотря на то, что за экономической зоной закреплено множество резидентов, здесь их больше ста, как сказала сегодня руководство нашему губернатору, найдется место здесь и для омских компаний. Узбекистан заинтересован в нашей сельхозтехнике, умных приборах учета, мебели. Ну и, конечно, есть перспективы сотрудничества и в легкой промышленности. Есть интерес в поставках сырья, в поставках уже той же хлопковой нити, те же полотен готовой ткани для производства готовой текстильной продукции на территории Омской области. У нас сегодня в Омской области существует дефицит рабочих рук в текстильной промышленности. Не хватает швей даже. И с учетом того, что здесь есть переизбыток рабочей силы в Узбекистане, есть готовые те же швеи, наши предприниматели, наши предприятия легкой промышленности, они готовы рассматривать такую кооперацию. Часть производства здесь, реализацию уже нашими компаниями в Европу и внутри России, и в другие страны Восточной Азии и Центральной Азии. Я напомню, что резидентам предоставляются различные преференции. Это освобождение от уплаты многих налогов и, главное, налога на прибыль. Ну и еще также предоставляются льготы на таможенные сборы, что существенно упрощает логистику. Ну и кроме того, как сегодня было сказано, в омских компаниях заинтересованы для того, чтобы организовывать совместные производства. Это позволяет обмениваться опытом, позволяет создавать такие крупные межгосударственные компании. Еще немало договоренностей удалось сегодня достигнуть. Губернатор Александр Бурков сделал очень громкое заявление о том, что уже ведутся переговоры с местными авиакомпаниями о запуске прямого рейса в Самарканд. Не зря его называют «Жемчужиной Востока». Это древнейший, один из красивейших городов мира с историей, которая исчисляется тысячами лет. И вот возможно, что такие авиарейсы все-таки будут запущены. На следующей неделе уже приезжает делегация из авиакомпании «Самарканда» и из аэропорта, которые будут обсуждать условия, да, чистоту рейсов, тип самолетов. В дальнейшем работа будет проходить с Росавиацией по разрешению пролетов на территории нашего региона с посадкой в Омск. Мы в том числе готовим соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Новоинской областью. И тоже будем обсуждать в том числе открытие прямого авиасообщения. Если наши предприятия в аграрном секторе, в промышленности, в легкой промышленности, в том числе выстроят контакты, выстроят кооперацию, то, конечно, такой авиарейс будет необходим и в Новоин. Также обсудили сферы спорта, образования, культуры и сферу здравоохранения. Дело в том, что Александр Бурков предложил местным властям продемонстрировать и познакомиться с нашим опытом в лечении онкологических заболеваний. Да и, в принципе, вот на каждых встречах, на которых мы находимся, омский губернатор всегда делает акцент на том, что жители Узбекистана и, в принципе, представители каких-то бизнес-компаний или же представители властей могут приехать к нам с ответным визитом и посмотреть уже наше производство непосредственно на месте. Так что я думаю, что вообще вот эта вот вся рабочая поездка по азиатским странам, она получилась очень и очень продуктивной. Екатерина Булучевская и Сергей Пайхалов из Узбекистана. Специально для 12-го канала. Все торговые центры и склады в стране ждет проверка пожарной безопасности. Как заявили в МЧС, ведомство приняло такое решение после череды крупных пожаров, которые произошли в российских ТЦ. Огнем оказались уничтожены тысячи квадратных метров площадей. Есть погибшие и пострадавшие. Серьезное ЧП произошло и в Омске. В ноябре горел гипермаркет «Триумф». Чтобы проверки соблюдения требований пожарной безопасности стали внеплановыми, этот вопрос спасатели сейчас согласовывают с правительством страны. Пока же сотрудники МЧС переходят в торговые центры, что называется «По графику». Ангелина Рунова расскажет. Все, жмем. Готовы? Да. Уважаемые зрители, для неторгового центра работают пожарные снижения. Пожар без дыма и огня, но сотрудники МЧС не заставляют себя долго ждать. Спасатели проводят учения. Площадка для тренировки – гипермаркет в нефтяниках. По легенде, пламя разгорается в помещении, где заряжают электропогрузчики. Организована эвакуация, счет идет на минуты. Спасатели должны оказать первую помощь, а после передать пострадавшего. Врачам выбраться успели не все. Чтобы избежать таких ситуаций, сотрудниками гипермаркета проводят инструктаж. Главное – не допустить паники. Действия персонала скоординированы и отточены до мелочей. В случае возникновения реального ЧП сотрудники делегируют полномочия, пока одни будут вызывать спасателей, другие – бросятся на помощь клиентам. Задача работников – проследить, чтобы каждый посетитель эвакуировался из задымленного помещения оперативно и без затруднений. За последние месяцы в торговых центрах страны произошло несколько масштабных пожаров. В Балашихе сгорел гипермаркет «Стройтракт». В огне пострадал охранник. Еще раньше в Химках вспыхнул ОБИ – один человек погиб. В конце лета пожар уничтожил склад «Озон» в Подмосковье. Не обошла череда ЧП и Омск. В ноябре полыхали склады «Триумфа». Что стало причиной пожара, все еще выясняют. Специалисты говорят, в любом случае ответственность за ЧП лежит на руководителях заведений. Важно вовремя проверять исправность противопожарных систем. Таких как система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, система пожаротушения, дымоудаления. Потому что это автоматика и она может выходить из строя. Для проверки и ремонта таких систем привлекаются организации, которые имеют лицензию на данный вид деятельности, которые уже в соответствии с регламентами проводят техническое обслуживание. Сейчас проверки в торговых центрах проводят раз в полгода, строго по графику и только с разрешения прокуратуры. Нередко именно к моменту появления сотрудников МЧС руководство магазина и приводит противопожарные системы в порядок. Тогда как возгорание может произойти в любой момент. Особенно важно помнить о безопасности в преддверии новогодних праздников. Когда поток покупателей увеличивается, персонал должен быть на чеку. Надавливаем на ручку антипаники, то есть люди организованно выходят. Ширина проема 2,5 метра. Есть кнопка вызова о пожаре экстренная. Есть информация о том, что не надо перегораживать эвакуационный выход никакими предметами. После серии крупных пожаров сотрудники федерального МЧС планируют обратиться в правительство, чтобы получить разрешение на внеплановые проверки всех крупных торгово-развлекательных центров и складов. Если владельцы не соблюдают правила пожарной безопасности, они получают предупреждение. Устранить неполадки должны в установленный срок. Если этого так и не произошло, торговые ряды закроют на замок. Ангелина Рунова, Виктор Осинцев, 12 канал. Водителя, который снес палатку с рыбаками под Новосибирском, обвинили в причинении смерти по неосторожности. Авария, напомню, произошла на прошлой неделе. Двое жителей Калачинского района приехали на рыбалку в Новосибирскую область, на озеро Чины. И когда рыбаки скрылись в палатке, ее на скорости протаранил пьяный водитель Тойоты. Один из замечаний, отец троих детей, погиб. Сегодня стало известно, что виновника не привлекут за нарушение ПДД, повлекшее гибель человека, поскольку авария произошла не на дороге, а на озере. А значит, инцидент нельзя квалифицировать как ДТП. Так что максимальное наказание для нетрезвого водителя составит не 12, а только 2 года лишения свободы. Между тем, Амич, которому удалось выжить в момент ЧП, с решением следователя из Новосибирска, оказался не согласен. Об этом он написал в соцсетях. Мужчина уже обратился в Следственный комитет России. Из стационара на скамью подсудимых трое пациентов противотуберкулезного диспансера решили подзаработать на сбытие наркотиков прямо в медучреждение. Громкое дело рассматривают в Ленинском районном суде. По версии следствия, трое мужчин наладили наркотрафик и распространяли запрещенные вещества среди больных. Чем обернулся в итоге бизнес для предприимчивых Амичей, Никита Гайдаш расскажет. Не так давно эти Амичи вместе проходили лечение в одной из городских больниц. Теперь все трое сменили статус пациентов на подсудимых. Их обвиняют в организации сбыта сильнодействующих наркотиков. То самое лечебное учреждение, где предприимчивые Амичи попытались организовать сбыт наркотиков. По версии следствия, трое пациентов противотуберкулезного диспансера вступили в сговор с целью создания незаконного бизнеса. И к тому же очень четко распределили между собой обязанности. Идея продавать наркотики прямо в больнице пришла в голову одному из мужчин. Он нашел, где брать запрещенные вещества, среди пациентов подыскал двух сообщников. Первый подбирал клиентов среди больных, а второй осуществлял доставку. Для этого ему даже приходилось демонстрировать чудеса эквилибристики. Чтобы наладить доставку наркотиков, одному из пациентов-диспансера приходилось не только перелазить через забор, но и преодолевать гаражи. Неподалеку его уже поджидала машина, где и происходила передача запрещенных веществ. Как раз в один из таких моментов подсудимый и оказался под наблюдением оперативников. Информация о том, что на территории больницы действует целая сеть по сбыту наркотиков, поступила к полицейским. Они проследили путь омеча от гаражей до авто и после передачи запрещенной посылки задержали его. Подошли к нему, представились, привели служебное состояние. Он испугался, начал вырываться, оказывать сопротивление. Мы применили физическую силу, имитируя, делили на него наручники. Рассмотрение дела в Ленинском суде стартовало с допроса свидетелей. Свои показания дали правоохранители, которые принимали участие в задержании подсудимых. Во время обыска в полицейские обнаружили около 70 граммов синтетики. Теперь троих бывших пациентов-диспансера обвиняют в покушении на сбыт запрещенных веществ в крупном размере. Наркотические вещества поступали от неустановленных в ходе следствия лиц. Вещество это героин было. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Несмотря на собранные доказательства, никто из подсудимых своей вины не признал. Так что можно предположить, что судебное разбирательство затянется. А приговоры гласят в лучшем случае через несколько месяцев. Никита Гайдаш, Сергей Лейнвебер, 12 канал. И вот какие материалы готовят наши корреспонденты к итоговому выпуску новостей. Смотрите в 19.30. Одно из старейших зданий Омска переживает второе рождение. В Свято-Никольском казачьем соборе заканчивается масштабная реконструкция. Большой ремонт с переменным успехом продолжался целых 8 лет. За свою почти двухвековую историю здание несколько раз перестраивали. Здесь располагались и управление культурой, и музыкальная школа, и кинотеатры, и органный зал. Некоторые утраченные элементы внутреннего убранства приходилось восстанавливать практически с нуля. Какие-то элементы практически полностью отливались с нуля по старым образцам, то есть где образцы сохранились, с них делались лепки, и по ним проводили именно реставрацию вот этой лепмины. В этом храме крестился герой Советского Союза Дмитрий Карбышев. Молились адмирал Колчак, царь-мученик Николай II и предположительно писатель Федор Достоевский. Масштабная реконструкция собора с богатой историей преподнесла немало сюрпризов и тайн. Подробный материал смотрите в вечернем выпуске новостей в 19 часов 30 минут. Светофор на перекрестке Маркса и Масленникова работает в штатном режиме. Дорожную службу устранили последствия аварии. ДТП случилось здесь накануне вечером. Водитель Шкоды не пропустил Мерседес при повороте на Ленинградскую площадь. В результате машину виновника аварии отбросила на троллейбус. В салоне на тот момент находилось 15 человек. Никто из них не пострадал. Мерседес же от удара налетел на опору светофора и снес ее. Помощь врачей понадобилась 27-летнему водителю Шкоды и его пассажирке-ровеснице. Девушку доставили в медучреждение. Восемь омских ученых будут претендовать на полмиллиона рублей в федеральном конкурсе «Умник». Это государственная программа, которая помогает инноваторам развивать свои проекты. Если идеи соискателей гранта оценят московские эксперты, авторы получат деньги на дальнейшую работу над своей задумкой. Проводится конкурс ежегодно. Лучшие разработки собирают по всей стране. О самых интересных из Омска расскажет Любовь Федорова. В лаборатории Медуниверситета научные сотрудники изучают так называемые ловушки нейтрофилов. Самый распространенный вид лейкоцитов. Своего рода первая линия защиты организма от инфицирования. Общий анализ крови может показать количество таких клеток. А вот об их функциях рассказать больше может специальный НИТОС-тест. Как удалось выяснить ученым, лейкоциты способны образовывать сети, в которые захватывают бактерии. НИТОС-тест пригодится при многих состояниях. То есть как наследственная оценка риска тяжелых воспалительных заболеваний, так и для оценки многих патологических процессов, связанных с воспалением. Мы уже изучаем сейчас при проблемах воспалительных заболеваний кишечника, при туберкулезе. При этом ловушки могут влиять на образование тромбов, что опасно для организма человека. Чтобы понять, как в частности минимизировать такие риски, и изучают активность клеток. Запатентованная методика подобного тестирования уже есть, но проводят его на специальном оборудовании. У молодых ученых из медакадемии созрела идея разработать более упрощенный вариант. Все необходимое помещается в одной коробке. Абсолютно каждая лаборатория, оснащенная минимальным химом оборудованием, можно будет сделать либо АИФА, либо ПЦР. С данной тест-системой можем исследовать 80 или 90 пациентов просто за полтора-два часа. Молодой ученый подал заявку на федеральный конкурс «Умник-2022». Из 33 претендентов региональное жюри выбрало 18. Теперь идеи омичей оценят в Москве. Готовится представить свой проект и Евгения Ключникова. Девушка занимается разработкой технологии диагностики окна имплантации для повышения эффективности процедуры ЭКО. Она помогает определить момент, когда организм пациентки наиболее готов к принятию эмбриона. Подобные методики есть в Москве и Санкт-Петербурге, но они очень дорогостоящие. Что касается Омской, биопсию эндометрия смогут проводить в любой лаборатории. Эффективность ЭКО составляет всего 30%. И люди зачастую не решаются из-за низкой эффективности, из-за высокой стоимости самой процедуры. И мы детально изучили этот вопрос. И пришли к выводу, что неудачи связаны в основном с неправильным определением этого времени переноса эмбриона в организм. Медицинские разработки «Умника» в топе по числу финалистов. Сразу семь проектов рекомендовано к рассмотрению на федеральном уровне. На этапе полуфиналов преимущественно рассматривается научная составляющая проектов. А уже в рамках финала, исходя из состава экспертной группы, рассматриваются позиции коммерциализации. Возможности внедрения этого непосредственно в промышленность, в жизнь, в какие-то иные сферы деятельности. Такой двуступенчатый фильтр позволяет отобрать наиболее жизнеспособные проекты с точки зрения научной новизны и с точки зрения возможности их воплощения в жизнь. Победители соревнования получают грант. 500 тысяч рублей в течение года можно направить на проведение научно-исследовательских работ. Любовь Федорова, Наталья Змага, Павел Манжос, 12 канал. Ну а о том, за счет чего Амичи планируют удешевить производство на предприятиях промышленной отрасли, расскажем в программе «Акценты недели». Смотрите новый выпуск уже завтра в 19.30, повтор в 11 утра в воскресенье. Дед Мороз из Большеречья готов ко встрече с гостями. Амичей ждут в старине Сибирской. Команда новогоднего волшебника постаралась. В музее-заповеднике царит атмосфера русских сказок. Впечатляет яркая иллюминация. Посетители ждут игры на свежем воздухе и ледяной горке. Есть здесь небольшое уютное кафе, где готовят традиционные блюда русской кухни. Горячий чай на сибирских травах с медом. Работает почта Деда Мороза и лавка с новогодними сувенирами. Дорогие зрители 12 канала, я рад приветствовать вас в моих сибирских владениях Деда Мороза, которые находятся в Большеречи. Вас ждут новогодние приключения. Перед приездом в Большеречи обязательно подумайте над своим заветным желанием. А я постараюсь его исполнить. Завтра, 17 декабря в Омске переменная облачность. Температура воздуха ночью до минус 24 днем 19 градусов холода. В районах также облачно. В ночные часы минус 26, дневная температура 17-20 градусов мороза. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 766 миллиметров артутного столба. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова